ДИАНЫ МАШКОВОЙ Сегодня Диана в нашей студии, мы можем как раз-таки познакомиться с ней поближе. Итак, Диана Машкова, писатель, основатель автономного некоммерческого общества, автономной некоммерческой организации, азбука семьи. Спасибо, добрый день. Добрый день. Диан, интернет представляет вас все-таки не иначе, как писателя. Но ведь первая половина вашей жизни была посвящена науке, преподаванию, институту. Далее вы сделали блестящую бизнес-карьеру. Что это за любовь такая к литературе, которая заставила бросить все и заняться именем? А все именно наоборот, интернет умный сегодня. Он говорит абсолютно правильно. Я в 6 лет пришла в первый класс школы. Уже к этому моменту читала неплохо. Рассказывала маме сказки на ночь, сочиняла стихи. Я увидела учебник чтения, это был предмет, открыв его, и там портреты писателей, поэтов, стихотворения, рассказы. Я поняла, что я хочу быть писателем. То есть в 6 лет я знала уже, что я хочу быть писателем. Но жизнь иногда диктует нам свои условия. И я, в общем-то, по специальности училась. Я кандидат филологических наук. У меня диссертация по зарубежной литературе. Я защищалась в Казани, в своем родном городе. А потом мне пришлось сменить карьеру преподавателя. Это конец 90-х, начало 2000-х. Совершенно не платят. У нас с мужем появляется дочка, рождается. И мы понимаем, что нам не на что содержать семью. Нечем кормить себя и ребенка. И решаем, что нужно менять в этой жизни что-то. И действительно приходит бизнес на смену преподавательской карьере. Переезжаем в Москву. Я оказываюсь в авиакомпании благодаря случаю. Потому что я устроилась переводчиком, не будучи им. И пришла брать интервью с британскими журналистами у директора авиакомпании. Я слышала, что она вами была совершенно очарована и предложила вам работу. К счастью, да. И многие годы действительно это позволило нам с мужем стабильность в свою жизнь привнести. С жильем решить вопрос. С другими материальными трудностями. А после уже мы поняли, что мы, конечно, хотим помогать. Но еще задолго до вот этого окончательного осознания я все-таки вернулась к литературе. Я стала писать уже в крупной форме. Не стихи, не рассказы, а романы. Мне посчастливилось познакомиться благодаря авиакомпании с Андреем Дмитриевичем Дементьевым. И он был тем самым первым критиком, который очень хорошо оценил. И сам отнес в издательство мою рукопись. И с тех пор я издаюсь в Эксмо по сей день. Ну и когда мы приняли решение, что будем удочерять, усыновлять, мы не знали, кого мы встретим. Тогда я поняла, что нужно заканчивать с бизнесом, с такой вот карьерой, которая отнимает очень много сил, энергии. И я, собственно говоря, ушла сначала в никуда. До этого успев, кстати, побыть главным редактором бортовых журналов авиационных. И с появлением младшей дочки жизнь перевернулась. Мы поняли, что мы сейчас ни о чем другом думать не можем. Потому что мы одного ребенка забрали, а в детских домах страны остается еще очень-очень много детей. Давайте я тогда сейчас поясню. Если кто-то не знает, Диана, многодетная мама, это не три, это пять детей. Четверо из которых приемные или усыновленные. Удочеренная младшая, а трое ребят, действительно, они большими уже пришли в нашу семью, они приемные. То есть четверо некровных детей. Возвращаясь к прекрасному интернету, я прочитала очень много ваших интервью. И, честно говоря, так и не нашла ответа на вопрос, что привело вас с мужем к осознанию необходимости взять детей в семью. У меня литература совершенно точно. Так что опасайтесь чтения книг. Там очень часто образы сирот, которые трогают и не оставляют. Вот я рано научилась читать, с четырех лет читала, то «Казетта» мне попадется. Помните, раньше книжечка такая была для детей, вот этот фрагмент из романа Виктора Гюго, был издан отдельной книжкой «Казетта». Я помню на обложке эту басую девочку с огромным ведром, и я прочла о том, как плохо ребенку, когда мама оставляет, мама не рядом. И у меня это постоянно со слезами все было связано, и тем не менее я не могла остановиться. Я читала дальше, Гаврош, Чехов, Достоевский. У всех есть обязательно образ сироты, и это всегда ребенок обделенный, никому не нужный, и за спиной этого ребенка нет опоры и защиты. Я это очень четко чувствовала. Мне было трудно, когда родители приводили меня в детский сад, оставляли, я бунтовала страшно, по полдня колотила в дверь и кричала «Мама, Неля, папа, мова». Вам казалось, что вас не заберут? Нет, я просто, мне не подходил коллектив детский. Я хотела быть с мамой, хотела с ней на кафедру ездить, сидеть на ее лекциях по биохимии. Мне это гораздо больше нравилось. А вот это вот явление в детский сад, бибики и так далее, я всегда возмущенно маме высказывала, пожалуйста, не надо меня туда больше водить. Ну, не нравилось. Есть такие дети, которым не подходит коллектив, и лучше им побыть дома какое-то время. Я очень четко на себе прочувствовала, как это плохо, когда даже несколько часов, один день, например, мамы нет рядом. А осознанное решение? Осознанное решение уже только после того, как мы смогли собственные вопросы решить. Наша семья очень долго была неустойчивой, мы поженились студентами, и, конечно, ни материального благополучия, ни осознанного родительства с нами не случилось в те годы. Зато интернет говорит, что была безумная любовь. Безумная любовь однозначно, которая испарилась, как эта любовная лодка разбилась. И с рождением ребенка любовь стала убывать-убывать, и мы преодолевали много сложностей в отношениях, мы разводились. Ну, точнее, не дошло до того, чтобы окончательно развелись, но уже в суде лежали документы, лежало свидетельство. Потом все-таки поняли, что нет, врозь нам гораздо хуже, чем вместе, и стали работать над отношениями, конструировать нормальную, здоровую модель семьи. Поскольку с детства так вышло, что ни у меня, ни у мужа не было в голове хорошей вот такой устойчивой модели. Его родители в итоге развелись, мои родители в итоге развелись. Нам пришлось с нуля все это создавать и параллельно учиться быть родителями, что оказалось непросто. Но лучше всего мы научились, придя в школу приемных родителей, как ни парадоксально. Диана, а вот семь лет прошло, по крайней мере, вы пишете, с тех пор, как вы, в общем-то, приняли решение, до его реализации. Эти семь лет потребовались на то, чтобы вам свои отношения отладить, или что это что-то другое? Там много. Нет, это в первую очередь свои отношения отладить, поскольку, я уже очень хорошо понимала, на тонущий корабль пассажиров не берут. Если люди в браке не справляются между собой, нет глубокого понимания взаимной поддержки, это не время рожать ребенка или усыновлять ребенка. Вот сразу тогда, извините, что перебиваю, знаю, что многие обращаются к психологам с тем, что вот хотим взять ребенка, и это, наверное, поможет наладить наши пошатнувшиеся отношения. Это поможет разрушить ваши пошатнувшиеся отношения и закончить брак разводом. Это вот очень хорошо помогает, потому что ребенок, особенно из детского дома, получивший не одну травму психологическую, как минимум потери семьи, а это глубочайшая травма для ребенка, у него есть нарушение привязанности. То есть это множество задач, не хочу говорить проблем, которые он ставит перед родителями ежедневно. И если мы друг для друга не ресурс, а наоборот оттягиваем силы, энергию, то ничего не получится. И я, да, знаю, к сожалению, многие пары, которые берут не в очень стабильном состоянии и заканчиваются тем, что мужчина уходит. 2013 год, первый ребенок, да, если я не ошибаюсь? Даша маленькая, да, совершенно верно. То есть вот 7 лет стажа приемного родительства, это срок, тем более уже четверо детей, а последний появился где-то совсем не очень давно. Да, в январе этого года. Так вот, за эти 7 лет, наверное, было какое-то переосмысление. Какая все-таки мотивация взять ребенка в семью на сегодняшний день самая жизнеспособная? За эти 7 лет произошла просто гигантская эволюция нас, как родителей, мы очень сильно изменились. Если к Даше маленькой мы готовились, исходя из желания, еще ребенка в семью, причем мы взвешивали, вот есть уже дети, уже рожденные, либо есть возможность рожать. И мы все-таки с мужем, вот эти 7 лет обсуждая, склонились к тому, что есть дети уже рожденные, им нужна семья. Поэтому сочетание у нас было и желание ребенка, и желание помочь ребенку. А дальше я стала уже погружаться в тему. Благодаря Даше маленькой вышла книга, то есть у меня все внимание переключилось на детей-сирот, на судьбы их, на то, как и почему родители оставляют, что с ними происходило в их детстве, откуда эти корни. И книга «Если бы не было тебя» послужила таким толчком к созданию большого сообщества кандидатов в приемные родители, усыновителей, приемных родителей. И мы в Москве стали развивать вот это поддерживающие клубы. Клуб один большой у нас в Москве, сейчас уже больше 2000 семей. Потом в регионы стали приходить с ними. И погружаясь в тему, я, конечно, стала общаться с детскими домами, с директорами, с государственными службами. Для меня стало очевидно, что ребенок-сирота на сегодняшний день – это не малыш, это не дошкольник. Как знаете иногда на постерах «Забери счастье домой». Сначала забери, что есть, а потом, может быть, будет счастье, а может и нет. Это ребенок-подросток, конечно. То есть образ сироты сегодня, прежде всего, ребенок-подросток, ребенок старше 10 лет. Очень много, старше 15 лет. И вот про них те усыновители, настроенные на пополнение семьи, ну, как и мы тоже вначале были и даже не думали о подростках, они тоже не думают. И, конечно, уже вот второй мотив, целенаправленный. Я создала клуб, стала работать в фонде. Мы выстроили систему помощи усыновителям приемным семьям. То есть целое большое направление. Там была и школа приемных родителей, и сопровождение поддержка. И, исходя вот из всего этого созданного, я уже понимала, что при поддержке специалистов, сообщества, можно, в принципе, и на подростков решиться, что мы и сделали. И там мотив был действительно уже помочь ребенку. Мы сначала встретили Дашу. Большая она у нас называется, потому что маленькая была. Тоже Даша. Да, уже на тот момент. Да, тоже Даша. 13 лет ей было, когда она пришла в семью. Следом за Дашей, увидев, что какая-то появилась семья, кто-то тут ходит в детский дом, заинтересовался нами Гоша. И паровозиком, пристроившись за Дашей, тоже пришел в семью. Ему было 16 с половиной. И потом, уже несколько лет спустя, мы что-то почувствовали, что вроде как адаптации завершились. Адский ад закончился в семье. Более-менее счастливая жизнь начинается. И снова собрали документы. И теперь у нас есть еще Даня. Ему 17. То есть, жизнеспокойной это вам не хочется? Нет, не хочется. Вы знаете, с подростками это так интересно. Я вам не могу рассказать. Это очень интересно. Ну, есть книги, к счастью, уже, которые рассказывают об этом подробно. Рагушу я, конечно же, читала. Да? Да. Сыния вот совершенно другая. То есть, это по характеру, по темпераменту два разных ребенка. Поэтому разный язык. Они разные, но в одних и тех же обстоятельствах, как дети себя проявляют. И это интересно. Это бесконечный стимул расти. Потому что то, что принес один ребенок, и ты выучился, и вроде как думаешь, я ж теперь гуру, я могу справиться с любыми трудностями, приходит следующий ребенок, и оказывается, нет. Нужно осваивать новые навыки. Другие. С ним нужно иначе общаться. Одному нужно много внимания. Другому нужно очень взвешенное, деликатное. Третий не переносит, когда врываются, там его границы нарушают. А четвертый, наоборот, вот лишь бы все открыться, по максимуму рассказать и выспросить. То есть это очень индивидуально. Диана, вы приехали в наши края впервые, как я только что выяснила перед эфиром, и приехали по приглашению наших самарских приемных общественных организаций, которые как раз занимаются помощью приемным семьям. Семинар два дня уже прошел, да, вы пообщались. Ну, что скажете? Я скажу, что люди у вас прекрасные. У нас действительно было общение в мэрии. Это был первый день. Его организовала свой дом. И собрались руководители, основатели общественных организаций. Пришли представители власти, министерств. Я думаю, что это было очень конструктивное общение. Это был диалог? Это был диалог. И, к счастью, в отличие от каких-то формальных мероприятий, где не дают сказать родителям, где не дают обрисовать реальную ситуацию, все могли высказаться очень открыто, очень внятно. Мы еще раз сверились, правильно ли мы понимаем. Мы понимаем все одинаково, что детские дома не помогают детям, а вредят детям. Что, конечно, нужно удерживать, укреплять семьи. Нужно сопровождать качественно приемные семьи. Нужно повышать уровень подготовки в школах приемных родителей. И, возможно, открывать новые школы приемных родителей. Нужно интегрировать очень внимательно реальный опыт родителей, которые уже прошли путь усыновления, принятия под опеку, с особыми детьми, с палеотивными детьми, с детьми подростками, с сиблингами. То есть с детьми трудных категорий. Нет сомнений, что профессиональное родительство в перспективе – это альтернатива сиротским учреждениям, где ребенок получает огромные травмы, депривируется и потом не встраивается в нашу с вами жизнь, пока никакой другой статистики нет, кроме того, что 80-90% выпускников детских домов не социализируются. Мы не умнее природы. Природа придумала семью для ребенка, маму и папу. А то, что человек изобрел какие-то сиротские учреждения, построил, нафаршировал их прекрасными материальными благами, к сожалению, ребенка как личность не формируют. Часто получается наоборот. То есть я увидела, что есть понимание, есть возможность разговаривать. Очень активные общественные организации, что радует. Радует, что на связи они и с московскими, и с питерскими, и со многими другими общественными организациями. Поэтому, мне кажется, если такой же смелый путь продолжать и не оставлять в покое тех, кто законодательную базу формирует, тех, кто исполнительной базой занимается, то есть надежда исправить все к лучшему. А вот вы сейчас, я вас правильно поняла, вы считаете, что только это поможет забрать всех детей из детских домов? Только законодательная власть исполнительная? Нет, наоборот, конечно. Или что-то еще? Есть представители специалисты, так называемые системы защиты детства. Это и Министерство просвещения, это Департамент соцзащиты и другие структуры, которые не проходят подобного обучения. И в итоге мы разговариваем очень часто на разных языках. Мы приходим в опеку и говорим, «Пожалуйста, помогите забрать ребенка из детского дома, потому что он там, вот за полгода у него вот уже ЗПР. У большинства детей развиваются психиатрия со временем. Детские дома инвалидизируют ребенка». И в ответ иногда мы слышим, «Вы ничего не знаете, детские дома сейчас шикарные, там все есть для того, чтобы ребенок хорошо развивался». Мы говорим, там нет главного, там нет мамы и папы. Ну и что, у нас хорошие педагоги, они любят. И вот это вот непонимание мешает двигаться вперед и менять ситуацию. Я все-таки вступлю в защиту, как минимум, нашей самарской опеки, потому что много лет с ними работаю, знаю их. И хочу сказать, что удивительные, сердцем болеющие за детей, люди работают, делают все возможное, чтобы дети быстрее ушли в семью. Я сейчас про самарскую опеку говорю. И вы-то наверняка знаете, что первая приемная семья более 25 лет назад появилась именно в Самаре. И, конечно, тогда многое делалось по наитию на ощупь. Сейчас уже накоплен большой опыт. И я-то как раз вас хотела спросить, вот вы сопровождаете приемную семью много лет, азбуку семьи помогаете освоить потенциальным приемным родителям. А вот им нужна помощь именно организации таких, как ваша, и нужна им помощь вот этих общественных объединений приемных семей. Потому что мне кажется, что приемные, сообщество приемных родителей как-то вот здесь, а общество здесь. То есть нужно ли как-то больше интеграции, что ли, в этом вопросе? Разумеется, но вопрос-то не в нас. Мы хотим остаться в обществе. И непонятно, почему общество нас выдавливает по двум категориям. Либо герои, и тогда мы не похожи на остальных. Это ужасно, конечно, нет. Героизм — это поступок, который совершается в какую-то конкретную единицу времени. Закрыть плечом автомат, разбить свой самолет, чтобы разрушить полк врага или еще что-то. Здесь это жизнь с ребенком, которая будет навсегда. Это не героизм. Это форма, да, может быть, внесения некой ценности в этот мир. Но героический поступок, он имеет способность заканчиваться. А здесь нет. Приемное родительство, на мой взгляд, оно такое же, как и кровное, в том плане, что отношение с детьми — это отношение на всю жизнь. А другая часть общества, благодаря федеральным СМИ, очень много в 2017 году было этой информации, считает, что берут исключительно за деньги, никакой другой мотивации у людей нет. И это тоже губительно. И получается, что нас оттесняют, хотя мы не прилетели с другой планеты. Мы не пришли сюда из каких-то иных стран. Мы из этого самого общества. Я остаюсь максимально открытой для всех абсолютно. Мне кажется, что приемные родители сегодня одни из самых просвещенных в теме детства, в теме психологии семьи. И мы готовы этим делиться, готовы это нести дальше. Но вот есть такое обособленное положение. Благодаря вам это меняется, благодаря тому, что есть программа, благодаря тому, что общественники новые проекты создают, доносят до людей. Мы тоже много занимаемся просвещением. Я вижу в этом смысл своей жизни в том числе, потому что через книги доношу действительно мысли о том, что мы никакие не другие. Мы точно такие же. Мы просто приняли эту мысль и родить ребенка, и принять ребенка. Это два естественных процесса. Они могут сочетаться. В этом нет ничего экстраординарного. Очень переживают сотрудники детских домов, когда ребенка возвращают обратно. Потому что они-то, как никто, знают, насколько это тяжелая травма для ребенка. Они эту травму лечат. И, конечно же, очень осторожно относятся, наверное, к каждому потенциальному приемному родителю. На сегодняшний день уже у нас практически во всех учреждениях принято решение, что до того, как ребенок уйдет в семью, он идет на гостевой режим. То есть будущие его приемные родители его берут на выходные или на праздники на несколько дней. Да, я понимаю, о чем это. Ваш смысл этого как вы оцениваете? Это зависит от возраста ребенка и от психики ребенка, насколько он устойчив. Для дошкольников, я считаю, категорически гостевой режим не подходит. Потому что каждый возврат в детский дом после выходных маленький ребенок воспринимает как отказ от него. И это ретравматизация. И потом он всю неделю ждет, когда только родители будущие за ним снова придут. Он не может расслабиться, не может учебой заняться, не может ни о чем другом думать. Его интересуют только придут, не придут, придут, не придут. И представляете, это какая тревога для маленького ребенка. Это хорошо с подростками, совершенно однозначно. И мы также начинали с Дашей, которой было 13 лет. Также мы общались по выходным с Гошей, которому было 16. Даню, правда, сразу уже забрали. Но я считаю, это хороший период знакомства ребенка с семьей. Потому что несправедливо, когда только приемные родители получают информацию по медицине, по всем остальным характеру ребенка, интересам. Очень важна обратная связь. Ребенок тоже должен получить информацию, посмотреть, познакомиться со всеми членами семьи, увидеть, как живут, где он будет жить. То есть, на мой взгляд, это такой важный момент, чтобы принять не спонтанное, не эмоциональное, что очень плохо, а взвешенное решение. По возвратам возвращают сейчас 60% случаев детей, которых приняли маленькими много лет назад. Я просто напомню, что не было школы приемных родителей, о сопровождении в принципе не говорили. Эти дети достигли подросткового возраста, 12-14 лет. И начинается нормальный пубертат абсолютно, усиленный травмами детскими, которые есть у ребенка. И вот к этому не подготовились семьи. К сожалению, люди, наверное, пришли с желанием себе, ребеночка, да, с ожиданиями, что какой он будет прекрасный. Возложили на него массу обязательств. Окончить это, то говорить на пяти языках. Это так не работает. Что нужно сделать приемным родителям? Это, во-первых, снять с себя все ожидания, точнее, с ребенка. Просто думать о спокойной жизни, в которой ребенку будет комфортно и заботиться только об отношениях между родителями и ребенком. Я вижу вот одну из причин в этом. Ну и вторая причина, к сожалению, пока не обучали долгие годы, у нас начали обучать неродственную опеку, да. То есть вот как мы родители, мы не родственники нашим детям, не кровные родственники. Мы уже стали родными по душе, по духу, но кровно нет. И был принцип, что обучаем вот таких, как мы, не кровных. А кровные родственники, если берут, то их не нужно обучать. Они родня. Но, к сожалению, из-под кровной опеки бабушки зачастую не справляются, опять же, с подростковым возрастом. И это складывается сейчас, на данный момент, из вот этих составляющих. Диана, благодаря вам, в том числе, появляется сейчас намного больше информации о приемных детях и о том, какие могут быть болевые точки, с чем придется столкнуться. Это все очень важно знать приемным родителям, как раз вот, чтобы потом их ожидания не оказались обманутыми. И я знаю, что в ответ на ваши книги, вам многие пишут, что это просто про меня. Вот спасибо, что вы написали. Вот я как раз вот это проживаю. Но это лечится? Как быть-то с тем, кто уже взял детей, и, может быть, и даже обладая информацией, все равно, наверное, нельзя быть до конца готовым к тому, с чем ты столкнешься, возможно. Я сейчас, наверное, в два понятия уйду, уже упомянула. Есть неосознанное родительство, когда мы чего-то хотим, но не понимаем, как это работает, как на нас будет влиять та или иная реакция ребенка. И есть осознанное родительство, когда мы идем, изучив уже пласт психологии определенной, хорошо изучив себя, укрепив отношения внутри семьи. И мы готовимся к тому, что будет архи-сложно. Да, но теория-то с практикой. Конечно, Гоша шел к нам в семью. У него было уголовное дело на тот период, уже когда мы с ним познакомились. У него в девятом классе уровень знаний был второго-третьего класса. Он уже прекрасно знал, что такое сексуальная жизнь. Он знал много того, что ребенок, ну, хорошо бы, чтобы не знал. И было наоборот, многие знания у него были просто утеряны и утрачены. И я готовилась к самому худшему. Я думала, да, продолжит так же воровать, будет сбегать из дома, будет напиваться, будет притаскивать в дом компанию, вынесет отсюда все, что только сможет вынести через дверь и так далее. И, наверное, вот эта готовность, она меня спасла, потому что, когда ничего из этого не произошло, ну, из-за исключения нескольких случаев воровства, нормального подросткового непослушания у них уже заложено, сепарироваться надо. Ну, просто приемным пока куда сепарироваться, еще привязанность сначала нужно нарастить. И какого-то элементарного не хочу учиться, ничего делать не буду. Это все понятно, это кровные дети делают все то же самое, ничего страшного. При этом я понимала, да, будут откаты, он будет себя то, как младенец вести, то, наоборот, как очень взрослый человек, пытаться себя вести. И готовность, она мне помогала. Я знала историю ребенка. То есть вы вообще ни с чем не столкнулись, неожиданно, получается, вы вообще полностью были? Конечно, столкнулись. Нет, конечно, мы столкнулись, но я не могу сказать, что по уровню сложности это было выше того, что мы ожидали. Конечно, мы столкнулись с тем, что, например, сложнейшая для меня вещь, Гоша не может отслеживать эмоции других людей. То, что он в первые годы жизни не был рядом с мамой, у него не формируется эмоциональный интеллект. И очень сложно объяснить, что в какие моменты люди чувствуют. Простой пример. Мы сотрудничали с детским домом, где Гоша и Даша жили, перед тем, как попали в нашу семью. И через некоторое время, они уже были с нами, там погиб мальчик трагический. Он сорвался с недостроенного здания, сначала лежал в коме, потом он умер. И первой у меня появилась эта информация. И когда я пришла к детям, думаю, как сказать, это сложно, они общались, ну, не дружили, но были в приятельских отношениях. И я говорю, вы знаете, вот Яна не стала, и Даша, до 9 лет жившая с мамой в семье, адекватно реагирует. То есть у нее такое, она теряет лицо, у нее начинают слезы катиться, и Гоша начинает смеяться. Он хохочет. И у него всегда смех был защитной реакцией. И если я не пойму, что это вот откуда проистекает, то мне будет очень сложно. Даже когда пойму, очень сложно. Диана, вот у нас, в принципе, время уже, программа закончилась. Может быть, вот прям в двух словах. Вообще, вы верите в то, что наступит время, у каждого ребенка будет семья. И вот это сейчас что-то фантастические, какие-то прожекты, или это на самом деле реально? Ну, за последние лет 10 мы в три раза же уже сократились в части количества детей в детских домах. Поэтому я верю однозначно. Я верю, что это произойдет до конца моей жизни. И не только тем путем, что люди, наконец, развернулись лицом к сиротам и стали принимать. 40 лет назад никто не усыновлял в России. Не было такого. Сейчас усыновляют, принимают под опеку даже 17-летних детей. И я знаю, таких семей немало. Но второй важный момент, который мы пока упускаем и не добираемся до него, это, в принципе, в обществе формирование осознанного родительства и серьезного отношения к семье. То есть обучение семей обычных самых в школе, в вузах, на том уровне, когда люди только-только готовятся вступить в брак. То есть осознанная информация. Диана, огромное спасибо, что вы приехали к нам в студию. С нами была писатель Диана Машкова, и мы говорили о том, как здорово, если когда-нибудь у каждого ребенка будет семья. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин